Всем здрасте, у нас тут громыхает, я всем планировала стрим, но так как у нас пока громыхает, я еще хочу есть, я как бы не рискую вообще делать, сделаю, конечно, на чуть позже, красные ноготочки, ждала сегодня гостей, своих закадышных, так сказать, друзей, ну, в общем, есть такой минус у моих некоторых друзей, они вроде как собираются, но в последний момент предупреждают или, наоборот, говорят, ой, мы типа забыли, ну, короче, не явились они, я ломанулась, когда в какой-то момент просвет такой почти солнечный случился, вообще у меня в комнате, не знаю, как сейчас, утром было 24 градуса на улице 26, такая парилка, на улице духотища была дикая вообще, не то чтобы, знаете, ощущение было физическое такое, вот когда градусов 35 в теньке и пекло такое, а тут пекла нет, солнышка нет, но зарище духотища, короче, вот сейчас гроза, гроза вроде как подходит на нет, я когда с маршрутки шла, выходила, думала за хлебушком, за полынки хлебушком свеженького зайти в фортуну, но там такие пузыри на лужах были, что и... Вот сумка, кстати, за полторы тысячи действительно пропитана чем-то таким внутри, она нифига не намокла, зато частично намокла айвановское платье, благо я была не в босоножках джинсовых, он код про фентюлил, тю-тюлил, а не дюк, как-то мне в комментах там писали, ее видимо не так расслышали, короче, в общем, хорошо они в босоножках было от их джинсовых, мне бы просто жалко было, не знаю, что бы с ними случилось, я была просто в велиновских кожаных тапочках белых, второе лето они у меня живут, в общем, я ездила в фикс прайс, я вообще собирала вчера съездить или в фикс, или в атак, в два сразу места в лет и получила, потому что я обычно в атак захожу и долго-долго ошиваюсь, да, я ничего не обозревала из атака, некогда была уставшая и так далее, и тому подобное, и я, в общем, там что-то много набрала, как обычно, и вот ездила в фикс сегодня, ну, в общем, у меня тут два пакета, ну, пакет вообще не знаю, откуда, что за пакет, в общем, вот пакет Карла, что за Карла вообще, хуже, меня там как-то вопили обозреть трусики, в личку даже писали, но это не такие красивые трусики, как бы, наверное, люди хотели, это тупо, я второй раз уже покупаю фиксики, трусики, обычные хлопковые, сделаны в рашке, некоторые не совсем рашки сделаны, те не из стопроцентного хлопка, короче, понравились они мне там, 55-50 рублей, нормально так, причем моего размера, ты обычно ищешь этот 42-й, а где его найди? ХЗ, дети, или кто там из вас, короче, хотя дети тоже же ходят, фикс, дети, дети же носят трусики, я надеюсь, а, ну, мало ли, там, может, только не носят, короче, если вы слабонервный мужик в беременном состоянии, вали куда подальше, не порти себе день, а если ты не слабонервный, не мужик, вообще тебе нормально относишься к ныжному белью, которое покупают в фиксике, или, наоборот, не знаешь, где купить хлопковые трусики нормального размера, нормального состава, то глянь, смотрите, какие прикольные, со слойником сзади, это у нас 42-й размер, правда, сделано в чине, ну, да фиг с ним, best price, короче, 95% хлопок, 5% полостан, сделано 0,6-18 года, короче, практически вот налатаны, сделаны, оранжевенькие, ну, сейчас у меня 5 лампочек горит, они более такие, тут они более желтые, тут более такие оранжевые, более красно-оранжевый такой, ну, конечно, не сильно красно-оранжевый, ну, в общем, не знаю, с чем сравнить, какой-нибудь такой персиковый йогурт, дыневый йогурт, хрен знает, еще одный, это у нас сделано в Рашкин, 100% хлопок, трикотажное изделие, 44-й размер, причем, знаете, мне что-то вот это, 42-й, 44-й, 42-й, как-то больше, чем 44-й, я сейчас поняла, аж, как я показываю-то, вы-то не видите, аж вот настолько больше, потом розовенькие такие, трусы женские, 95% хлопок, 5% полостан, 42-й, 44-й, 1 апреля прошлого года сделаны, розовенькие с бантиком, что-то мне кажется, что они вообще больше, чем этот, чем оранжевый на 42-й, в общем, дураки по росту строятся, в этот раз мне как-то, ну, в тот раз я покупала парочку, они такие няшненькие, хорошенькие, были обычные такие трусики, никого этими трусиками не соблазнишь, если вдруг чего, ну, такие обычные трусики, девчачьи, и они как бы были нормально, так размер в размер, ну, не знаю, как эти тут будут, вот там, большие, 42-й, 44-й, причем этот 42-й, 44-й, прилично больше вот этого 44-го, который сделан в Раисе, слушайте, сейчас, наверное, так модно, популярно, или что-то такое, даже в маршрутке, четверо людей обсуждали, и водитель, пятый человек, значит, обсуждали вот этот FIFA чемпионат, что там, он в России, что ли, проходится, короче, в России, что-то, я так поняла, проходит какой-то футбол, и как я поняла, из разных стран в Россию, все, кому не лень, приехали, и вот еще у нас тут 44-й, все, мне казалось, что я смотрела 42-й, ну, видимо, я смотрела, одно у меня как-то перепуталось, вот 44-й, и вроде еще какие-то такие прикольные были, на них наклейка такая доисторическая была, 42-й, ну да, вот здесь тоже 100% хлопок, а тут у нас 95 хлопка, 5% чего-то, такие со звездочками, написано 42-й размер, мне кажется, этот 42-й размер, по размеру как 44-й российский, хотя здесь, по-моему, тоже вроде как сделано в Раисе, сделано в Раисе, да нет, 42-й, чутка больше 44-го, который сделан в Раисе, ну, короче, вот такие у меня попались, разные размеры, у селя, я купила себе свой любимый сок, два раза, два раза, в смысле, два раза любимые, вообще, две такие упаковочки, короче, мой, вишня, вишня сделана в Волгоградской области, поселок Сады Придония, я думала, Сады Придония, это какая-то фирма, а это, кажется, поселок, так называется, прикольно, короче, ну, обычный сок, концентрированный, вишневый, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода, шагиваю, ну, мне до сих пор кот спать не дает, так что мне положено зевать, я вообще сегодня не знаю, во сколько я, в три что ли угомонилась, или наоборот, вчера легла в двенадцать, он меня в три разбудил, сегодня, что-то я сегодня делала, я не помню, что я сегодня делала, точнее, вчера вечером, что я делала, ну, получилось так, что легла поздно, а он еще ко мне прыг, я его думаю, сейчас я его поглажу, я ему говорю, слушай, я тебя сейчас поглажу, ты мне спать потом дашь, а нифига, вот, потом угомонился я, когда потом, ну, вот все-таки, вот это из-за чего я ездила, мне его советовала Дашка, по-моему, тетя моя тоже про него, что говорила, чистин универсал, санитарно-гигиеническое средство, содержит активный хлор, уничтожает микробы грибок, удаляет стойкие загрязнения, устраняет неприятные запахи, ванну, раковину, сортиры, еще что только, и можно не чистить, даже, оказывается, плиту и стиралку, и плитку, и пол, действительно, универсальная фигня, всего лишь 55 рублей, я что-то думала, там просто цены как-то непонятны, висят, то ли 99, то ли 77, а он 55 оказался, и 750 грамм, ну, посмотрим, как он в деле, потому что вот сегодня, ну, хоть ко мне и не пришли в итоге эти гости, я чистила ванну, и моей фиговины, не совсем на нее хватило, еще у меня тут, я такие купила все-таки коту, правда, все они такие огромные, да, вот этот пакет пиксовый, пришлось им взять, я что-то думала, что они мне не влезут в этот пакет, а может быть, даже бы и влезут, да, я думаю, что, нет, он бы не совсем влезет, хотя нет, слушайте, я что-то не подумала, мне надо было покупать этот пакет, короче, он бы сюда даже очень удачно влез, ну, да ладно, ратушку сила, пусть будет, мусор перерабатываем, мы все равно, нахуй поскладывать, короче, вот такая фигня, она снимается, 99 рублей удовольствие, фигня снимается, мы ее снимем, потому что он неохот не понимает, эти дырочки, он отказывается в такой туалет ходить, и вот такой вот тут сортирчик, катушки, лоток со съемной сеткой для котов, видимо, без съемной сетки для кошек, пэт-клуб, бест-прайс, или пэт-клуб, цена 99, в марте этого года созданный, сделан в Китае, все сделано, вообще, вот такой лоточек, был бы он чутка поуже, они все какие-то огромные, широкие, тот, который я как-то в деревню купила, может, может, такой же был, может, чуть пошире, короче, вот так вот у меня тут такой фикс-прайс, для любителей фикс-прайс, не пойму, сколько у меня там по времени пишется, ну, короче, всем спасибо за пресс-прайс, если вы еще на меня не подписались, не вошли, вдруг случайно тыркнулись на видосы, решили досмотреть до конца, подпишитесь, мне, откровенно говоря, сколько вас меня смотрит, ни холодно, ни жарко, но почему-то я поняла, поветрие на ютубе, вот за все три года моего бытия, более видеоблогера, а не просто хранение, архива, использование ютуба, как архивный такой, хранил, хранилка видосиков, моих музыкальных, и литературных, короче, как я поняла, за последние три года, ютуб-блогерство, людей, очень сильно поповолить, что на них никто не подписывается, особенно если от них кто-то подписывается, вот у меня, у Валенки, я так поняла, это у нее вообще попа буляновая, что на нее никто не подписывается, короче, я так поняла, что она принята говорить, подпишись на меня, ну и подпишешься нафиг, тебе что-то там будет, ничего не будет на самом деле, короче, если вам вдруг охота смотреть Лельку, если у вас есть аккаунт Ютуб, и вам охота смотреть Лельку, как бы так регулярно, ну в смысле пришло там уведомление, что приходит, что вот Лелька вывозила новый видос, гляньте, то подпишитесь, если вы еще этого не сделали, а если вам как бы это, не заморачиваетесь на эту тему, и вообще аккаунта нет, то и ладно, просто зыркайте на меня, всем пока! Продолжение следует...